Переселение из аварийного жилищного фонда и ликвидация последствий неблагоприятных погодных условий обсуждали сегодня на женедельном совещании у главы Чувашия. Напомним, что в этом году завершается последний этап масштабной федеральной программы переселения граждан «Благоустроенное жилье». Подробности в нашем сюжете. Программа реализована на 75%, доложил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Владимир Михайлов. От графика отстает и Бресенский район. Там идет чистовая отделка, ведутся работы по устройству сетей наружной канализации и благоустройству придомовой территории. Подрядчики планируют сдать объект уже в этом месяце. На очереди еще 8 муниципалитетов, которые обязались отчитаться о выполнении программы до конца этого года. Про непогоду. В результате усиления шквалистого ветра в 8 районах Чувашии произошли обрывы ЛЭП. Без энергоснабжения временно остались 42 населенных пункта. В большинстве подачу электроэнергии удалось восстановить в кратчайшие сроки. В настоящее время сумма нанесенного стихии ущерба устанавливается, а жертв и пострадавших удалось избежать. Мне проговорили на встрече с жителями по страховым выплатам. По возвращении из Умерли переговорил я с Алексеем Геннадьевичем Пирожковым, с директором разговора страхов Чувашии. В принципе, вопросов нет. 19 числа уже проехал страховой агент. Самое главное, там надо отслеживать, чтобы страховые компании в свои районы выплачивали. Специалисты отмечают, что нередко при строительстве частных домов нарушаются строительные нормы. Глава Чувашии Михаил Игнатьев просил обратить на это особое внимание, так как подобное халатное отношение приводит к трагическим последствиям. Родион Архипов, Олег Якимов, Республика.